Я имел однажды, несколько лет назад, счастье быть в Южной горе, а там положено так, что семьи, в воскресенье, все выходят, так хорошо одеты, дети впереди, тогда бабушки, дедушки, тогда потом, и вот семьи гуляют по парте. Встречают другую семью, все кланяются, и вдруг они кланяются прямо лобом, как в землю. Я говорю, что прошли эти, что вы так и так кланялись, это мое учение, учение. То есть самая тракоценная профессия в обществе учится. Заработная плата равняется высшим уровнем государственных деятелей, не самая высокая, а пару ступеней ниже. И на иголе вот университет, кто заканчивает, заканчивает первые, самые яркие, самые жизнерадостные, самые творческие. Выпускники получают право получить работу учителя. На учителя можно претендовать учиться, если от рождения довольно много предпосылок. Если то ли природа, то ли Бог был очень щедрим. Если можно знать свой предмет. Но как сделать, чтобы дети тебе поверили, чтобы дети тебя уважали, чтобы дети посвящались. Как сделать, чтобы дети не боялись, верили в самого себя, верили в будущее, верили в то, что учитель, умница, учитель невероятно добрый. И можно доверить целиком, без малейшего сомнения. И вот если предпринять попытку в обществе, а я все время говорю про Эстонию, забыл вначале сказать, я про Украину ничего не могу сказать. Если в Эстонии все недостатки, как-то ранжировать, и самые ужасные недостатки в самом верху, и поменьше недостатков внизу, то на одном из первых месяцев все-таки система подготовки учителей. Кто хотел бы спорить? В Украине есть что подобное, нет? Нет. Нет вообще. Ну, конечно, нет. Но в Эстонии так вот. А теперь возникает вопрос, а почему он так? И в Эстонии беда в том, что общественные науки за последние четверть века сильно пострадали. Вместо исследований проводят какие-то опросы, но опросы вообще не исследования, а опросы методов, при помощи которых можно собрать какие-то мнения, которые характеризуют не то, что спрашивают, а те, кто отвечают. И если толкуют не про это, ну, так, денег нет, и проводят, вместо исследований проводят опросы. Ну, а если исследований нет, то не возникают преподавателей учителя. Они не могут, вот единственный способ логирования преподавателя, это через эфирическое научное исследование. Если исследований не будет, то не будет преподавателей. Если нет преподавателей, то невозможно университет, если нет университета, то нет учителя. Ракета трехступенчатая. И образованный человек без посторонней помощи понимает, что недостатки устранить невозможно. Можно уменьшить, иногда и устранить причины недостатка. А причины надо выявить. Для этого надо быть образованным. Если не образованный, то не найдешь причины. А если причины не нашел, нечего устранять. А не устранил причины, все продолжается так и остается. То есть, когда мы сейчас говорим про образование, а не про школу, то образованность, конечно, характеристика любого субъекта, в том числе всего народа. И учится каждый с рождения до смерти. И не только в школе, а во всех институциях. Школа, по нашему мнению, ценно оправдывает вот такой системообразующий фактор в этой сфере. Но функция образования имеют все общественные институты. В первую очередь семья. Конституция.